всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале о вязании начинаю влог недельный попробую хотя бы сделать два-три подключения но сегодня уже далеко не понедельник понедельник я выложила видео сегодня уже у нас со вторая половина дня среды и вы видите перед собой такую красивую корзинку с красивущими цветами я в восторге вообще от этого заказа как думаете что это это будет 4 пингвиненка пингвинята такие у меня именно зимой пользуется спросом но она и понятно потому что они идут в шарфиках в шапочках вернее в снудиках и вот сейчас мне заказали 4 штуки но заказали уже давно на заказ у меня в порядке очереди скажем так на начало октября заказ с цветами на мой выбор ну как там написали что мне понравились те которые у вас на картинке поэтому делайте на свой вкус ну окей я сделала три как на картинке вот такие они были единственное там наверное сиреневый был какой-то другой цвет и четвертый взяла вот такой ярко-желтый пока что готова только четыре тельца даже еще без головы но я буду теперь активно продвигать остальные игрушки которые у меня были задуманы я уже связала посмотрите какая классная палитра очень мне нравится цветовое сочетание и вот именно с белым который вот кипель на белый который жесткий до невозможности смотрится очень хорошо потому что я попробовала сначала вязать это 62 белый гернар джинс я попробовала с 01 который знаете такой белый как грязноватый да он мягкий он совершенно другой но по цвету вот совсем не то пальто и я решила что лучше я буду мучиться но вязать из красивого белого и у меня там оставался меньше чем моток вот я его и связала и пришлось мне заказать белый цвет потому что больше у скипельно белого нету я одно время решила что наверное я перейду вот на тот 01 который мягкий но посмотрев в этом случае как смотрится красивый белый и как смотрится тот грязный белый земля и небо я решила что нет 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 все таки я буду вязать вот из этого жесткого но белого вот такие четыре заготовочки у меня готовы до конца недели мне нужно их сделать это будет четыре пингвиненка с такие они стоят самостоятельно шапочки с нудики вот это то что касается начатого но незаконченного но не законченного на этой неделе я с первого октября со вчерашнего дня немножко подняла цены на некоторые игрушки я анонсировала в сентябре что буду повышать прайс подняла я цены на погремушки на сплюшки на комфортеры вернее на тянучки да наверное и все погремушки почему подняла цену казалось бы что там той погремушки да но я же начала сейчас заказывать колечки которые наши российские крымские к очень качественные не сравнится с китаем и они дороже почти в три раза чем колечки из китая до дорогие но по качеству повторюсь просто не сравнится это крымская деревянная мануфактура ни разу не реклама по своему опыту что мне нравится вот грызунки у них они хорошие по качеству но они сильно большие грызунки мне не очень подошли а вот колечки прям самое то и несмотря на то что я уже последний наверное полгода если не больше пользуюсь колечками как раз таки вот дорогими цену я на погремушки все это время не повышала но сейчас уже очередной мне заказ надо будет делать колечек и я так подумала ну куда уже я наверное цены не повышала уже года полтора-два выросли то не только по гриму колечки в цене но и пряжа тоже очень сильно подорожала ну и комфортеры и тянучки я считаю что они у меня были по заниженной цене а сколько времени уходит на их вязание это несопоставимо поэтому я решила что все таки надо как-то пересмотреть свою ценовую политику последние игрушки которые у меня выходили например там пирамидки игра кого съел кит божья коровка они уже у меня по адекватным ценам стояли а вот те которые я вязала давно 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 начинала вернее вязать те да те я считаю что были немного занижен не немного даже скажем так в общем я подняла цены не катастрофически но подняла и знаете покупателей это не отпугнуло даже после поднятия цен ко мне уже пришел сегодня заказ причем заказ довольно таки объемный на те игрушки как раз таки на которые я цену подняла в общем кто хочет причем видя фото видя качество игрушек те заказывают даже дороже те кто ищут как вот например на авито да все хотят что-то подешевле у меня там цена на авито на объявление с погремушками стоит 200 рублей для ну как бы привлечения скажем так да немножко это хитринка с моей стороны а когда уже заходят но у меня там стоит как бы ср ассорти из погремушек да а когда уже заходят в объявление у меня там уже расписано какая погремушка сколько стоит и некоторые пишут а погремушка зайкова с 200 рублей стоит видимо даже не читав текст объявления то есть как бы за 200 рублей бы мы купили а вот за 600 мы не купим ну вот как-то так в общем кто хочет заказывать ручную работу те заказывают вот дальше давайте покажу что у меня готова на данный момент за эту неделю я сделала бегемотика и этот бегемотик идет заказик вот к этому бегемотика мне кажется что вот эти наборчики они ну прям очень классные яркие привлекают внимание малышу тоже нравится вот кстати то самое колечко очень качественная вообще просто ни одного нигде нет изъяна все идеальное поэтому когда попробуешь качественно качественные материалы то уже не можешь использовать скажем так а бы что точно так же вот как мое отношение к акрилу да он дешевле но игрушка из акрила и из полухлопка yarnart джинс или alize cotton gold это вообще две совершенно разные игрушки что на вид что на ощупь что она как бы вязание до для мастера одно дело вязать скрипучий акрил а другое дело вязать yarnart джинс да есть те кто любят акрил и я как бы ничего не имею против у всех свои предпочтения но вот лично для меня когда я попробовала в игрушки вязать из yarnart джинс а до этого у меня был акрил и первые игрушки я тренировалась училась вязать ой сколько что лет назад было лет пять наверное назад я училась вязать именно на акриле но когда я попробовала yarnart джинс я поняла что это вообще две совершенно разные пряжи и насколько приятно вязать из джинса и насколько как оказалось и неприятно вязать и закрыла вот далее у меня связалась два краба это в мой тот большой заказ я наверное в этот раз когда буду упаковывать перед отправкой я наверное от сниму вам весь заказ я почему-то прошлый раз не стала его снимать когда у меня все 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 было а в этот раз вот думаю может быть сделать прям отдельное видео потому что там уже тоже игрушек довольно таки много насобиралась я конечно к сожалению не успею скорее всего связать то что я планировала это что от меня хотели но все равно большую часть по списку я связала единственное скорее всего я не свяжу пирамидку жирафика потому что я хотела найти готовый мастер-класс готовый мастер-класс я не нашла такой вот чтобы знаете мне понравился есть да есть пирамидки жирафики но вот совсем не то что я хочу это что мне нравится и скорее всего придется мне делать делать самой а делать самой это нужно время потому что сделать пирамидку но это довольно таки объемная работа и просто так и и там села связал нет не получится несколько раз как всегда я всегда перевязываю новую игрушку пока не дойду до того результата который у меня в голове ика или который мне понравится пускай он будет отличаться от моей головы но он понравится но пока что вот я в сомнениях я свяжу то что я еще успеваю связать а вот насчет пирамидки даже не знаю может быть попробую но 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 вот так два краба этого кто вы заказ идет и и два шарика этот заказ к вот этим пингвинятам два елочных шара первый раз вязала вот белом вы видели шары а в серебре вязала первый раз и мне кажется смотрится очень стильно и и подходит прям очень хорошо к этой змейке вот у меня кстати заказали вчера еще шар но уже туда на попозже и попросили вот именно в упаковке поэтому предоставляйте в новогодние заказы упаковку все хотят получить готовый уже подарок с которым не нужно заморачиваться вроде бы все я рассказала показала готовых работ у меня больше нет сейчас я буду заниматься вот этими пингвинятами и буду заниматься жирафиками в оптовый заказ но пока наверное начну с тянучек и жирафиков малышей в общем тем мастер-классы которые мои и которые уже проверенные которые я вижу быстро а если останется время тогда уже посмотрю все-таки насчет пирамидки но тут до 10 числа осталось не так уж много времени поэтому будем будем смотреть все спасибо всем до следующего подключения сегодня пятница и я тут сейчас фотографировала удела фото процессов для марафона и так подумала ну а почему бы не подключиться и не показать на каком сейчас этапе моей пингвинчики вот такая у меня здесь цветотерапия готовы все четыре болваночки готовы крылышки готовы лапки и клювики сегодня хочу вообще по максимуму продвинуть но то что что я все пришью это точно и мне останется еще связать шапочки и снудики они будут под цвет вот этих полосочку каждого пингвинчика и конечно вязать это не прям быстро но все равно хочу максимально сегодня попробовать их закончить потому что ну выходные как выходные всегда когда все дома так себе у меня тут еще меняются некоторые жизненные обстоятельства поэтому пока что не знаю как буду работать дальше но вот как-то так мне прям очень нравится как получается я как-то их уже давно не вязала мне почему-то оказалось что они поменьше размером но вот они прям такие пухленькие упитанные прям классные классные мне нравятся и я их делаю так чтобы они стояли самостоятельно пришиваю сначала крылышки клювик а потом пришиваю лапки так чтобы они как бы вот ну держали скажем тогда чтобы подставочкой такой были ну лапки они большие идут вот мастер-класс этот скажем так он был взят просторов интернета мастер автора не помню но попробую найти подписать под видео кто автор но я там много переделывала в том мастер-классе под себя во-первых там клюв мне не очень нравился как смотрелось я клюв свой вяжу лапки тоже немножко по-своему вяжу вот здесь где белая тоже по-своему делаю убавки ну в общем мастер-класс переделаны адаптированы под меня поэтому прям точно так же как у меня не могу ничем помочь как вязалась потому что много чего было исправлено да даже не исправлено да почему бы и и не вязать такую же игрушку как у автора ну просто я всегда что-нибудь вношу свое все пошла работать теперь наверное подключение будет у меня в понедельник и уже доделаю точно до понедельника всех пингвинят и возможно что-то еще успею сделать из жирафиков всем привет сегодня у нас понедельник 7 октября и это будет последнее подключение в этом блоге и как вы видите у меня на столе 4 готовых пингвиненка но что самое главное этот заказ пришел мне с ярмарки мастеров довольно таки давненько ну как давненько давненько я сейчас те игрушки которые не оптовый заказ а в розницу я их скажем так не беру потоком а распределяю время кто готов подождать у того принимаю заказ кто не готов кому нужно срочно за срочные заказы не берусь но что самое главное ярмарка мастеров уже третий день не работает и у меня остался там телефон заказчицы я его не записала я обычно стараюсь записать как можно больше данных заказ но я видимо из того что последнее время очень много работы я не записала поэтому я если вдруг моя заказчица нашла меня на youtube и смотрит это видео напишите мне пожалуйста я конечно надеюсь что ярмарка заработает в ближайшее время но мало ли тут уже ничему не удивлюсь начались проблемы в субботу вечером сначала я зашла и у меня был была пустая страничка ну как даже не то что пустая магазин был но не было знаете там висит такие продаж столько-то у меня там две продажи оформлено и что-то там еще у меня было а отзывы там столько-то все было вот чистое вообще по нулям и когда я что-то сразу не стала не помню зачем я вообще туда заходила в общем сразу меня кто-то отвлёк и я не посмотрела дальше не прошла а потом уже чуть позже зашла опять на сайт думаю надо все таки разобраться что там такое произошло то почему у меня нет продаж активных которые висят а он уже все вообще не открывается и вот уже третий день нашла официальную страничку вконтакте ярмарке и там просто написали причем вчера даже не в субботу а вчера написали извините у нас там технический сбой на такое знаете в общих словах если у кого-то там пропали данные пишите на почту такую то будем решать в одностороннем порядке но судя по комментариям никто там никакие данные не присылает никому не находит я так понимаю там все равно есть какая-то единая база где это все можно найти если захотеть но судя по комментариям просто идут отписки от поддержки что проблема решается как только решится вы сможете все возобновить скажем так и все на этом поэтому сижу и молюсь чтобы моя заказчица меня сама нашла у меня там конечно срок стоит до девятого октября но мало ли поэтому я конечно понимаю что у нее кстати была предоплата и у нее по идее в сбп должен был сохраниться номер телефона мой через который она переводила и можно найти написать мне на ватсап но я очень надеюсь что мы с ней не потеряемся потому что да опять же была предоплата если бы конечно без предоплаты я бы еще не так переживала но опять же тоже неприятно человек же ждет вот у меня там на следующий заказ нового новогодние шарики я уже заговариваюсь на новогодние шарики он без предоплаты ну потому что я так подумала ну типа ладно все равно новогодние шарики заберу даже если вдруг этот человек потеряется да не свяжется со мной не станет забирать откажется не стала брать предоплату но все равно неприятный человек же ждет а я вот так взяла и потерялась конечно это не моя вина но в очередной раз убеждаюсь что интернет интернетом это хорошо но все нужно ввести в блокноте на листках даже не в заметках телефона вот я сейчас поняла что я делаю очень большую ошибку я последний год пишу все заказы в заметках телефоне и вот представляете если что-то случится с моим телефоном я могу потерять вообще абсолютно все потому что ну эта техника в общем сейчас после того как я сниму это видео я сяду и все перепишу блокнот и в очередной раз поругаю себя за то что я такая не предусмотрительную вот что касается пингвинчиков пингвинчики готовы это вот заказ идет 4 пингвина и два шара которые я сделала в начале недели вот такой вот интересный красивый уже наверно новогодний заказик пингвинчики чуть-чуть так пингвинчики снимаются шапка и снудик я вот думаю может быть выше тембровки хотя вот эти штатив дергаю хотя вот кажется очень миленьким таким я прям про мне нравится и его можно придать ему положение он будет стоять самостоятельно вот надо кстати отфотографировать час всех четверых пока вместе вот мне кажется что на вязание шапочек и снуликов у меня ушло больше времени чем на вязание самого пингвиненко как-то вот долговато скажем так плюс еще помпошки я делала специальная помпошки помпозница или как она называется не знаю делаю помпончики на ней заказывала на алиэкспресс там много разных размеров от маленьких это самый маленький помпончик да прям таких огромных и я знаете что вспомнила я начинала вязать снут и шапку думаю я же где-то по-любому записывала как вяжется это все потому что ну вот последний год у меня не было заказов на этих пингвинята до этого у меня прям один год много заказывали зимой то как раз таки и я начала вязать искать блокнотах нету нигде не нашла все блокноты свои пересмотрела записями не нашла думаю да я же вроде даже видео снимала вот с тем как вязать это и действительно нашла видео старое свое где я рассказываю как я изменила клюв как я делала убавки вот здесь вот на белой часть и как я вязала снуд и шапочку поэтому оставлю вам ссылочку под видео в описании если вдруг кому-то пригодится пингвинчик это не мой мастер-класс там тоже я в том видео оставляла ссылку чей-то мастер-класс там описание идет но я вот немножечко его изменяла и добавила аксессуары и такие вот хорошенькие малыши количестве четырех четырех штук у меня получились вот в принципе готовых работ и больше на данный момент у меня нет я сейчас вижу жирафиков но их уже покажу в следующем видео как-то я сегодня штатив поставила не так что я его постоянно задеваю вообще постоянно вижу жирафиков я отчиталась кстати по трем пингвинам двум шарам в марафоне осенний бум амигуруми также вот эти вот пошли у меня туда которых я вам показывала прошлых подключениях и погремушка бегемотик ни в одну номинацию мои работы не подходят отчиталась почему по трем пингвинам потому что четвертому я не успела довязать шапочку со снудом вчера я боялась оставлять это на вечер думаю не дай бог я забуду отчитаться пока довяжу это все-таки вечер уже воскресенье дети дома и не дай бог думаю забуду и вылечу из марафона поэтому отчиталась днем то что было готово а этого уже довязала вечером пойдет он у меня в следующий отчет надо его кстати не забыть надо его кстати не забыть сфотографировать отдельно и и у меня ни одна моя игрушка не идет в номинации ну у меня нет подходящих игрушек вообще и в наверно скорее всего не будет единственное там есть номинация что-то типа там в шарфиках шапочках одежда но мне кажется это такое вообще самое простое шапка и снуд что даже не стоит пытаться там кстати у девочек такие работы просто потрясающие загляденье игрушка глаза разбегаются смотреть какая красота и я прям восхищаюсь очень восхищаюсь к вот такие марафоны они кстати очень хорошо вдохновляют вот то что касается готовых работ это все сейчас вижу жирафиков это вот уже идет у меня в оптовый заказ жирафики тоже на этой неделе я буду его уже отправлять единственное у меня получилось не очень приятная история с пирамидкой жирафиком у меня ее как бы да заказали но я ее не связала я начала двум разным мастер-классом один там нашла в текстовом описании другой нашла на youtube начала вязать и одну и вторую пробовала и мне вообще не нравится что у меня получается и я бы забросила это дело я потратила несколько дней можно сказать не целыми днями конечно но периодически перевязывая то так то так в общем не устроил мне ни один результат и я решила что я не буду тратить сейчас свое время на пирамидку жирафика нужно создавать свою чтобы она меня устраивала вот платный мастер-класс к сожалению я ни один не нашла на жирафика и не знаю почему но но не нашла может быть где-то они есть но мне не попались поэтому в этот раз будет отправка без пирамидки спрошу заказчица если нужно будет еще то тогда и может быть следующую партию будет у меня время попытаюсь сама что-то сделать но сейчас нет на это времени к тому же вы сами прекрасно думаю понимаете что сделать мастер-класс который бы тебе нравился это тоже не быстро вот это что касается готовых работ я вот кстати получила пряжу но еще не открывала по два штучки заказывала вообще из-за белого я вам говорила что мне белый закончился и черного у меня нету черный заказал но вот это серые оттенки это бежевый они как бы всегда пригодятся если бы конечно белый был это у нас идет белый сейчас скажу какой который вот ярко белый не видим так не хочу открывать 62 по моему или 55 я их путаю с этим с ализа коттон голд у как у кого ярче белым блин давайте сейчас нужно открою сейчас секундочку вот 62 этот цвет я если бы был 62 вот в таких наборах с молочным с 0 3 я бы заказала с молочным но с молочным наборах только шел 0 1 цвета который серый который мне не понравился кстати знаете я вот сейчас его щупаю а он не жесткий это видимо какая-то новая партия и он очень мягкий мне прям нравится да он совершенно не такой как был раньше белый я приятно удивлена если честно потому что до этого белый 62 у меня был невероятно жесткий вот на пингвинчиков я им вязала вроде бы тут не очень многое но все равно тяжело было вывязывать а этот прям такой миленький классный хорошо что изменили наконец-то белый вот на этом буду заканчивать свое видео кстати хотела вас попросить если у вас есть возможность пожалуйста просматривайте мои видео над за ну там никакая какая-никакая копеечка но капает потому что у меня там подключена давно уже монетизация и приятно получить какой-то бонус за съемку видео здесь к сожалению на ю тубе вот основная моя конечно основные мои зрители основная группа зрителей у меня на youtube но здесь к сожалению вообще ничего не капает на цену копеечки идут все всем большое спасибо за просмотр и за ваши лайки за ваши комментарии пока пока